Кворум у нас есть, Юрий Петрович вот появился. Значит, у нас утвержденный в состав Совета 21 человек. Присутствует 15, в том числе 8 докторов по профилю диссертации 05-13-18. Кворум есть, разрешите открыть заседание. Спасибо. На повестке дня защиты диссертации Гулябова Дмитрия Сергеевича. Тема – компьютерная реализация геометрических методов максвелловской оптики. Диссертация представлена на срискании ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Научный консультант, доктор физмат-наук, профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности Севастянов Леонид Антонович. Нет ли возражений по повестке дня? Нет, приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики и теории вероятности РУДР. Официальные оппоненты – Сырлёв Александр Николаевич, доктор физмат-наук, сервистора физмат-наук, Абрамов Сергей Александрович, Бринков Юрий Анатольевич. Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, научно-исследовательский ядерный институт МИСИИ. Слово для оглашения документов представляется ученому секретарю, Дмитрий Сергеевич Кулябов, 1970-го года рождения, в 1995-м году закончил с отличием в Российском университете дружбы народов по специальности физика, в 2000-м году в Российском университете дружбы народов защитил диссертацию на соискании ученой степени капитала физико-математических наук и сотрудник по специальности 010402 – теоретическая физика, применение два спинного исчисления в некоторых моделях теории поля. Ученое звание – доцент. В период подготовки диссертации являлся доцентом капитала капитала автоматики и теории вероятности, где работает по настоящее время. В 2001-м году по настоящее время работает доцент у капитала. Все документы, поданные в Совет, полностью соответствуют требованиям МАК, ГО, ГРМ, К, к документам, необходимым на прислание звания доктора физико-математического. Допуск от защиты. И допуск от защиты. Спасибо. Будут ли вопросы в связи с оглашением документов? Вопросов нет. Слово предоставляется соискателю для доклада. Пожалуйста, Брисандович, регламент вы знаете. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного проекта, уважаемые присутствующие, разрешите представить вам доклад по теме инсультации «Компьютерно-анализация генетических метров с Максвелловской оптики». Порядок моего доклада будет следующим. Вначале я озвучу цели, методы, задачи и приложения моего исследования. Дальше у меня две цели. Получение геометризованных поравнений Максвелла и реализация геометрического подхода к решению полевых поравнений Максвелла. Цели будут излагаться вместе с задачами, и в каждой задаче будет написано ее решение. Далее будут идти примеры реализации и в конце результаты. Данная задача поставлена, не было Серсиана Амрина Антоновича. Задача первоначально звучала так. Необходимо было посчитать параметры волновода, линзы для известных проекторий распространения лучей. Сразу была идея то, что эту задачу надо решать с помощью геометризованной оптики, геометрического подхода оптики. Позвольте перечислить параметры тех, кто занимался этой задачей. Можно выделить при решении этой задачи три больших периода. Первый период был вызван в жизни общей теории относительности Эйнштейна. На волне интереса к этой теории появился целый спектр теорий геометризующих разные поля. Ну и поскольку главное поле, которое было известно, это электромагнитное поле, естественно, пытались электролизовать и его. Тут я хочу выделить наших российских основоположников. Это Мандельштама и Тама, которые считаются основоположниками, собственно, данного направления. Второй всплеск интереса к этой теме возник во время золотого века теории относительности. Это 60-й и до середины 70-х годов. Появилась надежда, что можно применить данные исследования в практике. И тут можно выделить работы Климанского. Нет, это Оскар Климан. Давайте после доклада будем заниматься дискуссиями. Выделить Климанского и немного вторичную работу Де Филича. И современный интерес к этой теории возник в связи с исследованиями для трансформационной оптики. Кроме того, эта теория была применена для исследования гравитационных линз. При этом следует заметить, что как в области трансформационной оптики, так и в области исследования гравитационных линз теория применена очень формально, без развития. Взяты были результирующие формулы и применены. Какие-то изменения не вносились. Кроме того, большая часть математического аппарата была доставлена другим ответвлением геометрического подхода. Это так называемый калибровочный формализм и формализм расслойенных пространств. Ну и кроме того, я с удовольствием хочу отметить людей, которые в этой тематике оказали на меня достаточно большое влияние. Это Юрий Петрович Рыбаков, мой первый руководитель Николай Силович Минскевич, Николай Дмитрий Санцовенко, Александр Петрович Ефремов и Юрий Сергеевич Владимиров. Чем труды на меня в этом направлении оказали достаточно большое влияние. Интересен геометрический подход к оптике тем, что он переворачивает представление о прямой и обратной задаче. Если у нас для оптики прямая задача это по параметрам среды найти траекторию распространения электромагнитных волн, то при геометризованном подходе у нас прямой задачей становится обратная задача классической оптики. То есть по заданным путям распространения нужно определить параметры среды. Собственно, этим нам и интересен геометризованный подход. Таким образом, перед нами стояло две цели. Собственно, геометризация уровней Максвелла и разработка методов для решения полевых, геометризованных полевых уровней Максвелла. На следующих двух слайдах перечислены задачи, которые были выполнены для достижения этих целей. Итак, какие методы и подходы мной использовались? Ну, в первую очередь, это формализм расслойных пространств. То есть мной рассматривались уравнения Максвелла как некоторые структуры на расслойение. Эффективный геометрический формализм. Этот формализм берет свое начало из общей теории относительности, вернее, из полевой общей теории относительности. Потому что если в общей теории относительности Эйнштейна у нас геометрия объединяет в себя как пространство, так и поля, то в эффективном геометрическом формализме у нас поля реально остаются как есть, но могут быть представлены как объединение геометрии и виполя. Для этого можно использовать несколько вариантов геометрии. Мною использовался классический вариант. Это квадратичная геометрия, а в частности Римманова геометрия. Проблема использованной геометрии не в том состоит, что она сложна или не сложна, а проблема в том, как перенести геометрические построения на наш мир. Или, как говорил Фок, как выбрать систему отсчета. И для конкретного решения это применяется геометрия формализмом. Опять же, есть несколько разработанных типов геометрия формализма. Изначально это симплетический геометрия формализм, который показал себя негодным для общих полевых задач, как обходные маневры были приняты формализм Дирока Вергмана и Гамельтона де Дондера, и как радикальный подход это многоимпульс на гамельтоноформализм. В нашей работе используется симплетический гамельтоноформализм, потому что задача позволяет это сделать. И работа демонстрируется на ряде приложений, как приложение для обратной задачи классической оптики, прямой задачи геометризованной оптики, это цилиндрическая шапка-невидимка, и для комплекта обратная задача геометризованной оптики, это линзы Максвелла, линза Рыбий глаз и линза Минниберга. Естественно, вначале нам нужно было записать наше уравнение Максвелла в кавариантной форме. В нашей работе встречается больше всего это уравнение Максвелла в трёхмерном представлении и в четырёхмерном представлении. Тут я хочу обратить ваше внимание, что тензоры Максвелла и Минковского выписаны через полевые вектора, причём полевые вектора мы явно указываем их кавариантность и контравариантность. Дело в том, что обычно при изучении электромагнитных явлений используют негаланомный базис, в котором кавариантные и контравариантные компоненты векторов полевых равны, поэтому их не различают. При кавариантной записи уравнение Максвелла необходимо использовать головновый базис, поэтому мы чётко выписали отдельно кавариантные и полевые вариантные компоненты. Основная проблема была установить связь между тензорами Максвелла и Минковского. Проблема в том, что все описания обычно останавливаются на вакуумных уравнениях, где идёт только тензор Максвелла и на этом останавливаются. Либо вводится тензор Минковского как некая дополнительная сущность с непонятной геометрической структурой. Ну, грубо говоря, можно представить, что при стандартном описании у нас вводятся два типа расслоений. На одном типе расслоений находится тензор Максвелла, на другом тензор Минковского. Нам предлагается другая конструкция, а именно тензор Минковского находится на касательном расслоении, тензор Максвелла находится на касательном расслоении. Соответственно, тензор Максвелла записывается как два форма, а тензор Минковского как билетка. При этом они, естественно, играют роль в кривизне на этом расслоении. И для тензора Максвелла у нас используется связность, которая является потенциалом А. И на касательном расслоении тоже присутствует связность, но в уравнениях она не участвует. Для того, чтобы построить связь, необходимо построить безметрический подход. Дело в том, что стандартный подход на основе сопряжения Ходжа явно использует метрику на базе. В нашем случае необходимо было отказаться от явного задания метрики на базе, даже от явного задания вида метрики на базе. Поэтому у нас уравнения записываются не через сопряжение Ходжа, а через двойственность план-каре. И в дальнейшем вводится оператор, который формально является оператором Ходжа, но записывается по-другому. Теперь нам нужно установить связь между тензорами J и F. Ну, зададим его в таком функциональном виде. Естественно, это неконструктивное решение. Наибольшее количество задач, а особенно задачи, которые решаем мы, охватывают локально-линейный случай. Соответственно, в локально-линейном случае мы можем записать в следующем виде, где лямбда – это тензор проницаемости, тензор четвертой валентности, ну и соответствующий вид уравнения Максвелла. Причем данный случай можно расширить и на нелокально-линейный случай, в случае, если у нас функция лямбда является трансляционно-инвариантной. Таким образом, можем свести к предыдущему случаю. Итак, давайте рассмотрим тензор проницаемость. Для начала нам нужно рассмотреть симметрии тензор проницаемости. По уравнению связи J и F видно, что тензор проницаемости антисимметричен по данным индексам. Если мы сделаем с помощью диаграмм Юнга полную декомпозицию, у нас тензор проницаемости разобьется на три типа компонентов. При этом основной компонентом является первая компонента. Видно, что вторая и третья компонента при лагранжевом подходе не физичны. И мы их можем положить равным нулю. Ну, конечно, можно построить такие схемы, где они будут иметь какую-то физику, но это уже не наш случай. И мы видим, что компонента лямбда первая имеет 20 независимых компонентов. И это нам сразу показывает ограниченность построения геометризации на основе квадратичной метрики. Потому что стандартная римонова симметричная метрика имеет 10 компонентов, а тут 20 компонентов. Даже если мы будем вводить усложнение римного пространства, то есть у нас второй и третий схоут, а именно кривизна и неметричность не будут нулевыми, все равно мы не сможем достичь 20 компонентов. Таким образом, вот этот размер дает ограничение на нашу геометризацию. Материальные уравнения будут выписаны в настоящем виде, и структура тензоров FG, соответственно, через полевые вектора будет в следующем виде. И общий вид структуры тензора лямбда имеет вот такой вид. Формально можно записать вот такую структуру этого тензора. Как я уже говорил, в 60-х годах была разработана некая геометризация. Она начала разрабатываться еще в 20-х годах, и в 60-х годах была завершена. Эта геометризация используется в задачах геометрического реализирования и в задачах трансформационной оптики. Я формально назвал ее геометризацией Плебанского, поскольку можно считать, что это самая ранняя статья по данной тематике. К сожалению, у Плебанского получены только результирующие вид формул. Нет ни анализа этих формул, ни описания, как они получены, не общие идеи получения. Поэтому для того, чтобы разобраться на этом методе, нами была восстановлена программа геометризации Плебанского. Видно, что эта программа выглядит несколько как математический трюк. и таким вот образом она выполняется, и получаются в результате следующие выражения для геометризованных уравнений связи. Нами добавлен вариант, когда исходная метрика, лабораторная метрика, не является метрикой Менковского, то есть это некие криволинейные координаты, ну, грубо говоря, мы рассматриваем не в декартовых координатах, а в цилиндрических, сферических и так далее. Это самый простейший случай. И для этого случая выписаны геометризованные уравнения связи. Более физичным нам показалось построение геометризации. Мы назвали ее геометризацией ТАМО. Геометризация строится на основе Лагранджиана типа Янгамилса. То есть вводится единственный полевой тензор и на основании этого единственного полевого тензора через квадратичную метрику строится тензор проницаемости и, соответственно, второй тензор, тензор Менковского. Естественным образом мы расписываем полевые компоненты для этого уравнения и получаем следующее геометризованное уравнение связи, которое сами по себе является решением обратной задачи оптики или прямой задачи геометризованной оптики. Кроме того, необходимо было сравнить геометризацию ТАМО и геометризацию Клибанского и связь следующая, что при расщеплении 1 плюс 3 у нас геометризация ТАМО и Геометризация Клибанского совпадает. Ну, и, естественно, если остановиться на этом, это было бы остановиться на полпути, следовало построить и обратную геометризованную задачу оптики, естественно, обратная задача всегда тяжелее прямой. Для обратной задачи мы строим некий анзац и для изотропного случая получаем следующий вид эффективного метрического тензора. Если мы вводим явное расщепление 1 плюс 3, то получаем вид метрического тензора такой. Собственно, я стремился к этому виду потому, что он приводится в статье ТАМО, но приводится без всяких объяснений. Просто так. И для анезотропного случая эффективный метрический тензор получается в следующем виде. Для конкретных решений геометризованных поровнений Максвелла нами использовался гамильтонов формализм. Дело в том, что мы давно занимаемся консервативными схемами, и консервативные схемы можно строить как на основе лаграм-джиоформализма, это так называемые вариационные интеграторы, и на основе гамильтонового формализма так называемые симплифические интеграторы. Мы строим на основе гамильтонового формализма. В чем же проблема построения гамильтониана для уравнений Максвелла? Дело в том, что гамильтониан для калибровочных полевых уравнений вырожден, потому что при построении гамильтониана у нас используется матрица ГЭСа, ГЭСиан равен нулю. Соответственно, мы не можем построить однозначно гамильтониан гамильтониан по лаграм-джиану уравнению Максвелла. Но для определенных частных случаев мы можем это сделать. Для этого нами использовался метод удвоения переменных. За указание на этот метод я хочу поблагодарить Юрия Петровича Рыбакова. Действительно, метод очень интересный, но фактически неизвестный. Суть метода в том, что у нас наша исходная система уравнений воспринимается как уравнение на калибровочные переменные. Задается анзакс для гамильтониана и уравнение на импульсы получается как ассоциированное к исходной системе. Этот метод накладывает очень жесткие требования на исходную систему уравнений. И мы показали, что при использовании случая, когда токи отсутствуют, то есть g равно 0, а это как раз в случае оптики, мы можем переписать систему уравнений Макселла таким образом, что она будет удовлетворять методу удвоения переменных. Соответственно, мы выбираем обобщенные переменные вот в таком виде, такой вот вектор. Записывается уравнение Макселла в таком виде и такой анзакс вводится для гамильтониана. В результате мы получаем следующий общий вид гамильтониана, который проясняется с помощью конкретных анзаксов для полевых векторов. Кроме того, нами рассматривался подход для построения гамильтониана в импульсном представлении. Этот подход использовался в основном для построения гамильтониана, для спинорного представления уравнений Макселла. К нами было построено спинорное представление уравнений Макселла. Тензор Инфильда-Вандервердена, который связывает индексуальный символ Инфильда-Вандервердена, связывающий спиноры вектора, строится через вектор Зейберштейна. Уравнение Макселла для вектора Зейберштейна имеет следующий вид. Мы строим импульсное пространство таким образом, что вектор К направлен только по третьей координате, соответственно, первая, вторая равна нулю. И в результате мы получаем следующий вид гамильтониана в уравнении Макселла в импульсном представлении. Ну, естественно, он будет соответствовать тому же гамильтониану, который мы получили в предыдущем случае. Как примеры реализации, нами рассмотрены шапка-невидимка и лица. Шапка-невидимка интересна тем, что это наиболее изучаемый объект трансформационной оптики, или по-английски плащ-невидимка. Собственно, эта система и подхлестнула интерес трансформационной оптики и к работам, например, работам Веселада. Какая основная идея? Если мы поместим в центр некий предмет, нам нужно сделать так, чтобы его не было видно. Если мы искривим пространство, то есть пути лучей, следующим образом построен эффективное пути расхождения лучей, то мы естественным образом добьемся того, что то, что будет помещено в центр, не будет видно. Для этого построены уравнения, построен коэффициент преломления. Этот коэффициент преломления совпадает с аналогичным из трансформационной оптики. И построено с помощью метода конечных элементов схема прохождения электромагнитных волн через шапку и как прямые задачи классической оптики и обратные задачи геометризованной оптики. Нами исследовались две линзы, линза Максвелла и линза Ленинберга. Нам они интересны именно тем, что можно получить достаточно простое аналитическое решение. Соответственно, вот у нас задается линза Максвелла, до нее очевидным образом выписываются параметры среды и по построенным нам эффективным эффективной метрики мы получаем вот такой вид эффективной метрики. Мы можем рассчитать эту линзу Максвелла как для классической оптики, так и используя эффективную метрику, рассматривая лучи как геодезические, результаты совпадают, получается вот такая схема. И линза Ленинберга имеет вот такой интересный вид проектории лучей, соответственно параметры среды получаются следующие и эффективная метрика имеет следующий вид. В результате мы получаем расчет лучей как геодезических для линзы Ленинберга и они совпадают при расчете лучей для уравнения и канала. Итак, мною получены следующие результаты. Уравнения Максвелла записаны в криволинейных координатах в квадратичной метрике с учетом материальных уравнений. Предложено соответствие геометрическое между тензором Максвелла и тензором Минковского. Построен формализм расслойных пространств без метрики на базе. Записаны тензоры диактрической проницаемости через квадратичную метрику с сигнатурой плюс-минус-минус-минус. Проведена геометризация, восстановлена геометризация уравнений на основе программы Блибанского. Проведена геометризация уравнений Максвелла на основе Гран-Жиаме Ян-Гамилса. Верифицирована геометризация на основе Ян-Гамилса и с помощью геометризации Блибанского. Построена методика решения обратной задачи оптики. Показана обоснованность методики при сравнении с методом трансформационной оптики. Построен симплитический геометаниан Максвелловской оптики. Результаты работы помещены в интернете по данному адресу. Большое спасибо. Спасибо. Переходим к вопросу. Какие будут вопросы к сырискателю? Пожалуйста. Члены совета, присутствующие. Задавайте вопросы. Давайте начнем по порядку. Я по порядку имею в виду с первого стола. С первого стола я порядок имею. Пожалуйста. Сергей Александрович. на слайде 43 41 там 43 пустых пустых нет там какая-то тройка появлялась под знаком корня это значит что мы берем сечение трехмерного метрического терзора а вот так да это стандартное назначение а еще еще 23 если можно по-моему я не ошибаюсь там компонент 23 да нет компоненты там количество компонентов да вот это вот что такое компоненты тензора вот здесь да просто ну если тензор мы представляем как там с многими индексами рефлексированных индексов да вот зафиксированных то есть можно представить матрицы и эти матрицы то есть это сумма грубо говоря трех матриц с разной симметрией индексов да и вот первая строчка вы какие-то слова произносили что там три компоненты это что просто сумма вот в виде суммы потом мы рассуждаем о том что представляют себе эти компоненты да компоненты не компоненты почему компоненты да я извиняюсь конечно у меня слово компонента используется в смыслах это немного смущает я извиняюсь спасибо я сейчас помню спасибо спасибо Илья Борисович вашу очередь отец Ланей Ланей Илья Борисович у меня вопрос такой у меня традиционный поскольку там были расчеты все такое может быть я тут не совсем коллегно задам вопрос по правящему значит вот переход к геометрическому подходу это смена аппарата или нет значит вот я закончу ну как правило постановки прямых и обратных задач ну как правило прямая задача корректная обратная не корректная при смене подхода у нас обратная становится прямой прямая обратная происходит ли смена альтернатива становится выпрямой корректной или она так вот мы не исследовали корректность данной задачи но судя по всему действительно происходит смена новая прямая задача становится корректной а обратная становится не корректной то есть таким образом это не просто аппарат а что-то горо и глубокое изменяющее меняющее да вначале мы это использовали рассчитывали что это будет просто новый математический аппарат но столкнулись с тем что меняется полностью взгляд на данный раздел физики мы пока не понимаем почему это происходит но это действительно получили ответ да пожалуйста вы знаете вопрос какой там очень много букв очень много обозначений сразу сложно рубиться а вот я так понимаю что геометрическая так сказать когда идет речь ну так сказать это некий линий по которым распространяется грубо говоря электромагнитная волна распространяется энергия и можно ли как-то вот на языке хотя бы вектор так сказать умного пунктинга вот это как-то изобразить потому что я вот этого не вижу заячь 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 стакалом этого всего дела вот у вас направление распространения векторное произведение так сказать геометрическая оптика это мы назвали геометризованная оптика это не геометрическая это просто другой подход к оптике а с помощью действительно мы для демонстрации я строил схемы с помощью подхода лучевой оптики мы решали уравнение и канала чтобы сравнить с уравнением геодезической действительно тогда да можно сказать что в некоторых расчетах использовались подход геометрической оптики но данная конструкция никаким образом не привязана к геометрической оптике я понимаю да вот каких-то вот честно говоря вот лично мне каких-то сравнений не хватило да с некими стандартными вещами что у вас получается и что там я понимаю что все должно соответствовать другому соответствовать ну вот каких-то этих мощников хорошо спасибо это уже дискуссия вполне пожалуйста спасибо профессор Багалюк вы выступали у нас на свете с большим удовольствием вас выслушали и меньшим удовольствием выслушал сейчас ваше выступление вы привели очень много фактов вот вопросы кстати убедили меня в том что нужно задать вот такой вопрос какой с вашей точки зрения основной результат ваших исследований по-моему вы создали некую новую конструкцию благодаря которой можно будет решать значительное количество задач я не создал я не создал конструкции я осознал расчет расчет параметра полноводов отправная точка отправная точка а это шло от фотоники грубо говоря то есть управления светом действительно на основе этого можно решать этот круг задач мы не хотим останавливаться на квадратичной метрике и на данный момент мы пытаемся построить на основе метрик более высокого порядка метрики гербальда муру спасибо вы ответили на мой второй вопрос который хотел задать поэтому большое спасибо Александр Колаевич вот это спасибо кто еще хотел задать вопрос последний вопрос тогда у меня не знаю последний я надеюсь очень теоретическая работа выглядит с точки зрения доглада мы говорим про название нашей специальности я посмотрел реферат дайте характеристику это мой вопрос почему нет характеристики в виде вопроса комплекса просто вопрос вам и программа можно ли дать краткую характеристику да действительно при работе сместился основной интерес в теоретическую сторону комплексы программ в самой диссертации даны даны и в авторе реферате но я посчитал что сама теоретическая конструкция вопрос был неважен дайте краткую характеристику комплекс программ почему вы не сказали а дайте комплекс программ состоит из набора программ для символных и численных расчетов символные расчеты как интерактивные так и пакетные для получения уравнений и для их верификации численные расчеты выполнены для разных алгоритмов был разработан предварительный вариант для консервативной схемы был построен комплекс программ для расчета с помощью геометрической оптики с помощью и канала и для сравнения с геодезическими и был проведен расчет с помощью метров конечных элементов все спасибо комплекс программ предоставлен на я все я все понял убедился о чем Сергеевич пожалуйста спасибо есть ли еще вопросы к я хочу спросить по терминологии очень тут какие-то ну вот мы знаем в классической механике есть прямая задача есть обратная задача а здесь есть прямая задача есть обратная задача классический подход кстати что вы понимаете под классический подход ну это оптика в духе ну скажем борногольфа геометритика если взять другой подход значит они меняются просто по сути то что-нибудь меняется или нет я действительно не могу сказать что меняется по глубинной сути но при введении геометризованного подхода меняется местами прямая обратная задача то есть мы в данном подходе автоматически получаем обратную задачу но для меня действительно тоже вопрос почему такое большое изменение при смене математического аппарата произошло и второй вопрос вы тоже тут рассматриваете связи и связи определяете как решение которое получаете с формализма лагранжи но мы в механике понимаем так вот есть уравнение динамике есть связи а решение мы еще не знаем связи мы используем часто для выкачинения то есть это это другая терминология это полевая терминология не механическая терминология спасибо еще вопросы пожалуйста если вопросов нет спасибо Дмитрий Сергеевич у нас по регламенту технический перерыв требуется ли нам технический перерыв или просто проветрим помещение открываем окно выходя давайте у нас сегодня длинное заседание попробуем без технического перерыва хорошо тогда если все согласны слово предоставляется научному консультанту соизвателя профессору Севатьянову Леонид Антонович подзыв мною написан приложен я несколько отклонюсь от него и скажу такие слова более бытовые Дмитрий Сергеевич познакомился когда он был еще студентом спустя много лет познакомился с ним когда он пришел на нашу кафедру спустя некоторое время начал с ним сотрудничать и мы пытались вместе ну не только пытались успешно пытались решать задачи численными методами к которым я был привычен и других я не знал он меня подтолкнул к изучению и знакомству с символьными алгоритмами используемыми при решении сложных задач и тогда я понял что это какой-то дополнительный ресурс и я его попросил Дмитрий Сергеевич я вот смотрю в разных книгах треволинейных координатах формулы не похожи друг на друга то ли они врут время от времени то ли пишут одно и то же но совершенно на разных языках разберись пожалуйста и объясни мне он разобрался он объяснил или нет я не могу сказать наверное но он разобрался вот Дмитрий Сергеевич очень хороший исследователь Дмитрий Сергеевич хороший преподаватель Дмитрий Сергеевич хороший товарищ и хороший человек считаю что диссертационная работа Кулябова является завершенным оригинальным самостоятельно выполненным научным исследованием автор внес существенный вклад в полученные в диссертации результаты имеющие актуальность научную новизну и практическую значимость при оформлении диссертации выполнены все критерии требования ВАГ которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени доктора науки основные результаты диссертации в соответствии с пунктом девятым положения можно квалифицировать как решение научной проблемы об основании метода геометризации уравнений Максвелла разработки комплексов программ на основе символно-численных алгоритмов исследования с их помощью моделей оптических приборов имеющие существенное значение в области математического моделирования физических процессов разработки алгоритмов и создания комплексов программ для их исследования диссертация удовлетворяет требованиям ВАГ предъявляемым диссертацией на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18 а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора по специальности 05-13-18 спасибо спасибо есть ли вопросы Анатонычу есть ли вопросов нет спасибо Анатоныч переходим к отзыву на диссертацию автореперат слово предоставляется ученому в госпитале пожалуйста итак в совет поступили отзывы на диссертацию В. С. Курябова прежде всего это заключение организации где работа была выполнена в букву отзыве отражена оценка выполненной работы с АСС-Кайдером степени достоверности визны ценности практически ценно-значимости вот также отражено то что при проверке на системе для Трудер была показана доля оригинальности 75 75,6 процента и соответственно диссертация была заслушана на кафере соответственно протокол 215,014,014,016,016,016,017 также отзыв ведущей организации федеральной государственной автономной образовательной учреждении высшего образования высшего образования национальный цивилизм институт МИФИ отзыв подписал Петерешов Николай Алексеевич доктор физмат наук профессор заведующий кафедрой преподобной математики и Крианев Александр Витальевич соответственно профессор кафедры преподобной математики в заключении ведущей организации отражена актуальность соответственно древизна степень обоснованности научных результатов практическая значимость исследований опубликованных результатов правильность оформления соответственно отражены некоторые недостатки которые есть в диссертации я их зачитаю существенным недостатком диссертаций является тот факт что наряду с подробным детальным изложением теоретических результатов очень скудно и бездолжные детали приведены примеры решения прямых обратных задач оптики с использованием разработанных конструкций второе недостатком является тот факт что в диссертации отсутствуют примеры использования построенного галитонного формализма при решении конкретных задач третье несколько непривычным является без индекс обозначения следовало более глубоко обосновать необходимости использования четвертое замечание что старает желать лучшего стиля сложения в отдельных мистер диссертации пятое имеются досадные опечатки в целом все замечания не снижают значимость и положительные впечатления о работе соответственно данное заключение было прослушано и поставлено на заседании кафедры приколовной тематики пространстве замечаниям по списку. Действительно, в ходе исследования и в ходе написания диссертации сместился фокус с практического применения на теоретические разработки. В результате мною было помещено практическое применение в отдельные разделы приложений. При разработке гаментонного формализма была разработана примерная схема для консервативной схемы расчетов, но, к сожалению, данный фрагмент оказался столь объемный, что полностью не был исследован. Поэтому в диссертации только зачатки применения данного формализма. Без индексные обозначения я считаю, что они достаточно интересны и прогрессивны, но мой недостаток в том, что я не уделил большого внимания тому, что они на данный момент не являются общей употребимостью, и поэтому мне, конечно, следовало больше внимания им уделить. По стилю и опечаткам я признаю свои недостатки. Все, да? Все, спасибо. Теперь отзывы на автореферат. Да, пожалуйста, Сергей Анатольевич. Да, значит, поступило 5 отзывов на автореферат. Все они положительные. Я позволю себе не зачитывать их. Только пройдемся позже. Не возражаете, да? Только обзор сделаем и все. Обзор с основным замечанием. Итак, первый автореферат, отзыв на автореферат, в общем, поступил от Егорова Александра Алексеевича, доктор физмат-наук, ведущего научного сотрудника отдела колебаний и стены общей физики. от имени Прохорова, Российской Академии Наук. Соответственно, первое, собственно говоря, одно замечание. К недостаткам работы следует отнести отсутствие предвижений разработанных методов для решения задач волновой области. Автор уделяет большое внимание своим генетическим результатам, при этом практические аспекты работы и программные конкурсы в автореферате раскрыты слабо. Второй отзыв поступил от Рудова Юрия Григорьевича, доктор физмат-наук, профессор физических исследований и технологий Российского университета трубонародок. Тоже имеется одно замечание. В качестве недостатка, не снижающего значимость полученных результатов, можно указать, что по авторефературу имеют не совсем ясные ограничения, налагаемые на метод. Следующий отзыв поступил от Мележика Владимира Степановича, доктор физмат-наук, научного сотрудника, лаборатории теоретической физики, объединенные инциденты генерального исследований. Замечаний нет. Следующий от письма Кули Михайловны, профессор кафедры высоких энергий и элементарных частиц, синтетет узкого государственного университета. Здесь имеются два замечания. Узкие рамки автореферата не позволили проверить подробное описание программного комплекса, разработанного автором. Недостаточно прояснено определение задачи программного комплекса между средствами и компьютерной ангиброй, средствами чистыми предписаниями. И второе замечание. В тексте автореферата, главное неясно, возможны перспективы развития предположенных диссертатов метода дегаметризации уравнений Максова. И еще один опыт Янович, Паспадрилат Рянович, профессор и член корреспондента Национальной академии наук Беларуси, главный научного сотрудника отдела нелинейности критического анализа Института математики Национальной академии наук Беларуси. И совместно с Малютином Виктором Борисовичем, доктор физмат-наук, ведущим сотрудником отдела нелинейного В этом отзыве не имеется. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Ответ у нас замечатель по авторефературу. Петров Александр Алексеевич. Действительно, хотя в начале была задача исследования об одномодной тематики, по мере исследования сместился фокус на теорию основной тематики. Но в дальнейшем мы планируем полномодную тематику исследовать более активно. Про Той Юрий Михайлович. Действительно, в автореферате не совсем ясно указано ограничение данного метода, которое, я надеюсь, продемонстрировал при докладе. Письма к Юрию Михайловичу. Опять же, к сожалению, в автореферате я уделил больше внимания теоретическим разработкам, чем программному комплексу. И, наверное, в автореферате я не очень явно осветил дальнейшее развитие данного применения данного метода. Есть ли у членов Совета какие-либо замечания по ответам на отзывы ведущей организации и автореферат соискателей? Если нет, переходим к отзывам официальных оппонентов. Слово предоставляется официальному оппоненту доктора фидеотических наук Цирилёва Александра Николаевича. Пожалуйста, Александр Николаевич. Уважаемые председатели, уважаемые члены Совета, в гости заседания, я хотел бы сказать, что, по моему мнению, ключевые слова, отражающие суть этой диссертации, это эффективная геометрия. Геометризация оптики сама по себе явление не новое, потому что, вот, Виталий Сергеевич упоминал гравитационные линзы, но там это фундаментальная теория, где метрика пространства времени нам задана, и решая уравнение канала, мы в конечном счёте получаем геодезические, по которым распространяются фатуры. С другой стороны, идея эффективной геометрии, она впервые родилась, наверное, в механике сплошной среды, потому что в первой половине XX века, в неоднородных и анизотропных средах, было введено эффективное, трёхмерное, конечно, линонное пространство, которое позволяло неоднородности среды учитывать в виде именно кривизны, эффективной кривизны. Ну, надо сказать, что, конечно, с оптикой проблема сложнее, просто потому, что, во-первых, мы имеем дело с пространством-временем, во-вторых, метрика там псевдоэклидовой сигнатуры, так что, если тензор напряжения и тензор деформации – это симметричные тензоры, то в электродинамике и тензор электромагнитного поля, и тензор Милковского – это антисимметричные тензоры, ну, точнее говоря, их симметрия немножко, ну, антисимметричные, поэтому всё немножко сложнее. Так вот, когда мы рассматриваем электродинамику в неоднородной среде, то мы приходим к такому же явлению, как соблазн построить эффективную геометрию. Ну, впервые это было сделано в таком духе, в таком диссертации написано в работе Рябанского 60-го года, но в диссертации, конечно, этот подход очень глубоко переосмыслен, глубоко развит. Я бы сказал, что вот за последние годы я не слышал ничего подобного, то есть это работа в очень актуальной и достаточно новой области. А новизне говорит хотя бы то, что нет даже устоявшейся терминологии. Ну, а актуальность – это понятно и без объяснений. Будем надеяться, что дальнейшие исследования, этот раздел теоретической физики и математического моделирования очень существенно углубят, потому что, конечно, без математического моделирования сейчас и без компьютерной реализации методов, которые развиваются, трудно что-нибудь делать. Ну, вот в диссертации, в частности, разработаны комплексы программ смешанного характера, то есть там используется и компьютерная алгебра, и численные методы расчета, что сейчас становится таким, как модно говорить, общим трендом. Ну, и действительно, это тоже своя новизна. Я бы не хотел злоупотреблять время, чтобы мое выступление тянулось намного дольше, чем простое зачитывание отзыва, поэтому я перейду к недостаткам работы. О характеристике работы я уже фактически сказал. Работа очень интересная, актуальная, новая и заслуживает самого пристального внимания. Ну, вот. В принципе, отзыв публикован в интернете, поэтому ничего высловит его не читать. Недостатки. Я перейду к недостаткам. Во-первых, первое замечание. Отсутствует достаточно ясный анализ области применимости используемых подходов, геометризации электродинамики сплошных средств и перспектив возможных дальнейших исследований в этом направлении. Ну, если говорить об области применимости, это понятно. Что касается перспектив, то здесь, конечно, я когда читал диссертацию, они просто, так сказать, так и роились в голове, потому что перспектив действительно очень много. Ну, достаточно вот взять, вы видели, теоретическую часть, когда там проблема в чем? Надо действительно связь установить между тензором Менковского и тензором электромагнитного поля. В неоднородной и анизотропной среде. Для этого Дмитрий Сергеевич использовал тензор четвертого ранга, который затем разложил на неприводимые относительно автогональные группы компоненты и нефизически отброшенные и так далее. Ну, а вот с другой стороны в диссертации, например, подробно описан комплексный подход. Когда можно и тензор, но только в вакууме, когда можно, когда можно, ведь, наверное, первое, что в год приходит, это, в принципе, и тензор электромагнитного поля, и тензор Менковского представить в виде векторов в трехмерном комплексном расслоении. Ну, а тензоры электрической проницаемости, магнитной проницаемости, заменить одним тензором второго ранга, конечно же, комплексный. Он на вскидку будет, я ничего больше не думал, на вскидку будет Эрмитов. Ну, и много того вот такого. То есть, в принципе говоря, можно, перспективы у работы очень большие. Ну, второе замечание носит чисто методический характер, потому что влияет немножко на ясность диссертации, больше ни на что. Автору следовало уделить больше места разъяснению взаимосвязи, геометризации материальных уравнений электродинамики и гамильтонового подхода к этим уравнениям. Ну, здесь понятно. Ну, и третье. В диссертации совершенно не освещен вопрос о возможности геометризации материальных уравнений электродинамики в движущихся, а не затропных и неоднородных средах в рамках используемых подходов. Я, конечно же, не прошу, чтобы диссертант делал это, потому что в одной диссертации все сделать невозможно. Но, так или иначе, вопрос, конечно, можно было как-то осветить. Ну, и четвертое замечание, оно, по-видимому, неизбежное, потому что мой небольшой, сравнительно небольшой опыт оппонирования пошел на второй десяток. В этих случаях говорит о том, что без обечаток обойтись невозможно. Ну, в этой выборке, в которой, кстати, можно присоединить и две моих собственных диссертаций, я знаю только одно исключение. Кстати говоря, в вашем совете защищался гражданин Викмана из-за того, как сказать, удивительная вещь, но, тем не менее, это так. Указанные замечания не снижают общее положительное впечатление о качестве и актуальности диссертационной работы. Диссертация представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, посвященную актуальной научной проблеме применения геометрических методов, задачам оптики и электродинамик и сплошных следов. Полученные автором результаты достоверны, основные выводы и заключения обоснованы. Диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям диссертациям на соискание ученой степени доктора наук по специальности 05.13.18, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора физико-матикотического. Дмитрий Сергеевич, отвечайте на вопросы официального понятника. Большое спасибо за указанные недостатки. Как Александр Николаевич уже сказал в своем выступлении, он фактически ответил. Так же, как и я бы ответил, я с недостатками полностью согласен. Действительно, мне, наверное, не удалось до конца полностью изложить со всей ясностью применимость данного подхода, область его применимости к каким он наиболее применим задачам. И, как я уже говорил, описание гаментонного подхода – это мостик для будущих задач, и поэтому, может быть, не так явно видна связь. Что касается движ всех анизотропных и неоднородных средств, то, как я уже сказал, квадратичная метрика, она по своей природе однородна, и по своей природе изотропна, поэтому для анизотропных средств с помощью геометализации квадратичной вряд ли получится что-то описать. Для этого требуются более сложные конструкции типа метрики Бербарда-Моллера, ну и опечатки, естественно, я поизвестный. Спасибо. Довитарелемый официальный оппонент, ответ на все сказали. Спасибо. Переходим к следующему отзыву. Слово представляется официальным оппоненту доктора физико-математических наук Абрама Сергея Александровича. Пожалуйста, Сергей Александрович. Спасибо. Уважаемый председатель, сопредседатель, членов учебного совета, дамы и господа. На меня диссертация произвела большое впечатление, и сама идея геометризации, что можно уйти от многих подробностей материализации уравнения путем введения разумной метрики в пространстве Минутовского. Мне кажется, это очень сильная идея и очень пложатворная. А диссертант как бы признает, что там очком к продумыванию этой теории для него послужили результаты, как-то с фамилией Плебанского, да, в пункт у нее замечаний в связи с написанием этой фамилии. Вот что он говорит, что если рассмотреть, разобрать статью Плебанского, то, собственно, результат приведен, и формулы правильные приведены. Но это выглядит трюком, потому что до конца непонятно, откуда они взялись. Ну, во-первых, я хочу сказать, что согласно математическому фольклору, метод – это весь трюк, который срабатывает по крайней мере дважды. Так что противоречия тут никакого нет. И вот Дмитрий Сергеевич как раз вытянул и эти пропуски статья Плебанского восстановила и превратила этот трюк, ну, оставив его трюком, который работает много раз, что продемонстрировано в диссертации. Ну, вот повторяю, это производит большое впечатление, и мне кажется, это будет работать дальше не только в группе, с которой работает Дмитрий Сергеевич, но и среди коллективов, которые занимаются что-то серьезными проблемами оптики. Ну, вот некоторые вещи, связанные с тензорной геометрией, и Дмитрий Сергеевич каких-то новых тенденций там придерживается с этими, с индексами, без индексов. И потом вот «Расслоенное пространство», я давно, это была книга Стинрода «Топология косых произведений», правильно? Да, так, это то самое, да. Что такое книга «Расслоенное пространство»? В книге Стинрода это названо локально прямым произведением. Локально прямое произведение. Например, если мы окружность умножаем на отрезок, то мы получаем цилиндр. Но, возможно, косое произведение, и тогда мы получаем истмерглоса. Вот, это тоже «Расслоенное пространство» с той же самой базой окружности. Значит, вот разговоры и неоднократные диссертации о том, что мы, дескать, ушли от метрики на базе, ну, как-то определение не предполагает наличие метрики на базе. Просто локально прямое произведение. Вот это вот как-то тут я бы, не то, что это какая-то ошибка, а как бы я бы привел в соответствии с определениями классика «Расслоенного пространства». Ну, что главное-то я бы хотел сказать, все-таки меня пригласили в оппоненты в связи с тем, что я занимаюсь компьютерной алгеброй, а Дмитрий Сергеевич серьезно и давно разрабатывает подходы, основанные на компьютерной алгебре. Ну, во-первых, в диссертации мало об этом написано. Это я одно из замечаний даю. Надо было написать побольше и поконкретнее примеры показать. Это безусловно. Во-вторых, я хочу сказать вот похвалу Дмитрия Сергеевича. У нас есть семинар, мы его там на ВНК проводим по компьютерной алгебре. Дмитрий Сергеевич там неоднократно выступал, и ученики его выступали, и вот что сквозной темой, да, этих выступлений проходило. То, что средства компьютерной алгебраической надо тщательно выбирать, прежде чем хвататься за компьютерную алгебру и использовать какую-нибудь расхожую систему, там, Мэйпл или математика, или не знаю что. И он разбирается в этом, как никто, я считаю. И вот мы в скором времени, то, что я сейчас скажу, имеет отношение к диссертации, прошу прощения. Проводим конференцию, и одна из тем этой конференции это как расклассификация средств компьютерной алгебры. Нельзя всегда подходить так, что вот символную часть я делаю на Мэйпле, а эти численные на Фартрале. Тут надо разбираться, на Мэйпле или не на Мэйпле это делать. И много тут чего надо принимать во внимание. Дмитрий Сергеевич это не просто делает, он знает, как это делать. Ну вот, в общем, я так это изложил, то, что хотел сказать. И, ну, я должен отметить недостатки. Недостатков там не особенно много. Но Максвилловская или Максвиллова? Я бы писал Максвилловой, но, видимо, так принято писать Максвилловской, я не знаю. Либанский, Полонез-Агинск, зачем там мягкий знак? Я не знаю. И Менковский тоже без мягкого знака прекрасно обходится. Ну вот такие вот, это много можно набрать по диссертации. Совершенно ясно, что это никакого влияния не может оказывать на оценку качества этой работы. Ну и закончить хочу по хабалуе все-таки. Мне кажется, что эта диссертация действительно по физико-математическим наукам. Вот в ньютоновском понимании физика и математика, они вместе. И диссертация, они тоже вместе. Там очень трудно это разделить. Вот где математика, где физика. Это вот физико-математическая наука. Ну, я, разумеется, считаю, рекомендую, советую поддержать эту работу. Считаю, что она, безусловно, заслуживает удобрения. И сам диссертан в докторской степени по указанной специальности. Всем требования хорошие фразы. Вы должны знать, эти все требования. Так, и общее представление. Я знаю, мне положено. Ну, может быть, значит, подтвердите, что это будет творение. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы к Сергею Александровичу? Если вопросов нет, Дмитрий Сергеевич ответит на вопросы официального понятника. Ну, во-первых, Сергей Александрович раскрыл топологическую структуру расстроенных пространств. Действительно, при построении топологической структуры нам метрика не важна. Но при построении дифференциальной структуры, когда строится комплекс Дорама, у нас метрика активно используется при сопряжении точек. Блибанский публиковался, иржи Блибанский в УФН, и в УФН он пишется с мягким знаком. Я не могу... Так, только не по филологии. Давайте дальше. Нет, это пятое замечание. А где у нас ли к другому? Хорошо, все, давайте продолжим. Я шучу. И по поводу того, что действительно я, наверное, огорчил Сергея Александровича тем, что мало внимания уделил программу и рабочую программу с символами того же проекта. Я признаю это, но это бы увеличило чрезмерную диссертацию. Давай посмотрим. Чрезмерную нельзя увеличивать. Мне тебе прикажут. Все, спасибо. И теперь слово предоставляется официальному оппоненту, доктор физико-метеопатических наук, Блинкова Юрия Анатольевича. Юрия Анатольевича. Мне очень приятно выступить на вашем совете, он у меня, что-то чужой совет, я бы, что-то у вас назад защищался. Поэтому, поскольку я заканчиваю, я уже выступил официальный компонент, позволите мне быть кратким и формальным. Дистанционная работа носит теоретический характер, полученный в ней результат, позволяет формирует задачи проектирования волноводия и максвеллской оптики в необразном способе. Предложенные методы являются алгоритмическими и запускают их в компьютерную реализацию. Практическая значимость результата этой ситуации определяется тем, что они позволяют при модерировании использовать результаты предыдущих исследований, в уточнении моделей и реализовывать процесс проектирования оптических приборов и систем в форме вычислительного эксперимента с последующей проверкой экспериментальными измерениями. Замечание о дистанционной работе. Диссертация аккуратно оформлена, текст тщательно отреградирован и хорошо читается. В то же время работа уменьшена некраснедостатка. Первое, тут уже это замечание в той или иной форме уже звучало неоднократно, и достаточно четко выделено в приложении комплекс программ, разработанной автором диссертации. Также неясно, при получении каких результатов диссертации используются в системе компьютерной алгебры для проверки ручных вычислений или непосредственно для вывода. Второе, при реализации численных методов в комплексе программ используются в основном явные схемы, но явные схемы всегда бывают устойчивые, и, может быть, какие-то другие методы стоило применить, например, неявные схемы. По мнению оппонентов, также вот объемное приложение, посвященное комплексным программ, следовало перенести в основную часть диссертации и разбить, возможно, на несколько глав. Ну и также четвертое, последнее замечание. Имеются синтаксические ошибки и опечатки, которые, однако, не снижаются до данной работы. У каждого замечания снижается общее положительное впечатление о качестве и актуальной сенсационной работы. На основании всего вышеизложенного, работа полностью утворительным требованием, положение присуждения учебных степени и утверждения представления правительства. И автор, Кулябр Дмитрий Сергеевич, несомненно заслужит присуждение учебной степени доктора физико-математических наук и специальности на УФИ-13-информации. Спасибо. Есть ли вопросы к Юрию Анатольевичу? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Да, вот это явные и неявные схемы. Все-таки в диссертации как-то подтверждено, что те вычисления, проведенные по явным схемам, они вполне корректные, устойчивые, все такое. И вопрос, неявные схемы, они все, всегда устойчивые? Нет, они, естественно, не всегда устойчивые, но, как правило, все-таки явные позволяют и минимизировать, во-первых, вычисленные ошибки, которые накапливаются у вас на каждом шаге, пусть вам много мелких шагов приходится делать. Вот. Ну, неявные приходится просто сложнее решать, как правило, нельзя построить, там надо уже будет линеризацию какую-то делать локально. То есть, это линерационный метод будет, получается, как правило, когда линейный случай. Ну, как бы это все решается, и обычно, вот моя практика говорит, что там достаточно всего лишь 3-4 итерации сделать и сразу скакнуть с большим шагом, чем, так сказать, делать очень много мелких шагов. Поэтому возникло замечание у вас. Да. Ну, типичный пример классического уравнения Картевега-де-Фриза. Его можно сделать схему, даже неявную, сделать некоторую, записать так хитро, что она будет линейна. Но она все равно будет хуже работы, чем, так сказать, явно выписанная, неявная схема. Спасибо. Поряд ли? Да, да, да. Все, понятно. Все, спасибо. Итак, ответы на замечания предоставляются от соискателей. Абсолютно согласен с замечаниями. По поводу программного комплекса я уже говорил. По поводу явных, неявных схем. Действительно, в части программного комплекса используются явные схемы. Дело в том, что мы пробовали применять и неявные схемы. К сожалению, они выдают такой же характер неустойчивости, что и явные схемы. То есть, приходится ограничивать задачу так, чтобы решение было устойчивым. Мы показываем, что реально устойчивыми будут только консервативные схемы в данной проблеме. Но, к сожалению, консервативные схемы на данный момент разработаны только для кубической сетки. А геометрия задачи много сложнее. И мы считаем, что это путь для дальнейших исследований. Да, спасибо. У нас завершены отзывы. Переходим к дискуссии. Есть ли желающие выступить? Пожалуйста, члены совета Юрий Петрович Рыбаков. Пожалуйста. Я могу с места? Мне очень приятно было слышать и видеть Дмитрия Сергеевича, защищающего диссертацию. Я наблюдаю его эволюцию в течение многих лет. И должен признать, что прогресс налицо. Остается ему только пожелать успехов в дальнейшем. Единственное, я хотел бы отметить, что у него подход к построению эффективной геометрии чисто физический. Потому что он на самом деле исходил, как это делал и Гильберт в своих проблемах. В шестой проблеме, известной Гильберта, он ограничился только рядом разделов физики. Вы выбрали оптику. И сделали это для оптики. Но, опять же, неполной волновой оптики вы не охватили. Поэтому остается пожелать вам успехов в дальнейшем. Я поддерживаю полностью. Спасибо, Юрий Петрович. Есть ли еще желающие выступить? Юрий Петрович. Спасибо заранее. Дорогие коллеги, я бы хотел отметить, что Александр Евгеньевич сделал очень хороший вопрос. И лишил меня возможности этот вопрос задать. А я хотел спросить, а где же схема? Но потом подумал, что на самом деле, вот, диссертант очень правильно сделал, что вынес всю эту схему из приложения. Потому что, во-первых, тем самым диссертация стала интереснее восприниматься. Потому что мы осознавали, сколько большой объем в схемах заложен и запрограммирован. Теперь мы можем понять, какая это была сделана большая работа. Именно в программной части. Если бы диссертант нам показывал свои программные коды, то мы бы просто не поняли, зачем столько громозить схемность, и теоретическая часть была бы ужата. И это очень хорошая находка, я бы сказал, это неожиданная защита диссертации по матмоделированию. Тем более, в автореферате это неожиданных приложений. И вот я бы хотел отметить, что на мой взгляд, это правильно сделано. И в этой части я, вот, даже это скорее не вопрос, а тоже такое продолжение, наверное, от отзыва первого оппонента, относительно того, что есть, довольно просматривается возможное развитие именно метода геометрилизации в теоретической части. Вот, известно, что ФОК получал уравнение движения материальных частиц, собственно, электронов, и споревых уравнений. И были получены и слаборитетисты, и лагранжаны, и там гумиттиньяны для электромагнитного взаимодействия, для ангумитационного, и они вырождены, как известно. Вот, интересно узнать, насколько будут вырожденными танзора геометрические, если попытаться проделать вот эту же схему для какого-то материального мира. Не для гум, а перейдя от вон к частицам, от полей к частицам. Вот, на основании вашего подхода можно попробовать реализовать и тот же самый такой микрохиметический подход, уйти от потенциалов и в вашем геометрическом представлении перейти к частицам. Будут, по аналогии с вырожденными гумиттиньянами, у вас вырождены танзора в вашем геометрическом представлении. Или не будет. Или здесь будет смена парадигмы. Та самая. Вот, вопрос довольно острый, потому что он на численном уровне довольно актуален, потому как решать в слабом ориентивизме задачи с вырождением неприятно. Это нужно и специально там обставлять, те точки, где происходит вырождение траектории. Вот, возможно, что в вашем подходе будет возможно обойти просто чисто технические узлы. Или невозможно, это тоже будет теоретический результат довольно интересный. Это вот вопрос о том, какое я вижу непосредственное развитие вашей темы в теоретическом плане. Вот, а так я, в общем, рекомендую советовать за это. Спасибо. Пожалуйста, есть ли еще желающие выступить? Вот я хочу под заведующей кафедрой выступить, на которой работает Дмитрий Сергеевич. Я Дмитрия Сергеевича давно знаю, но не буду человеческие качества его освещать. Он в 87-м году поступил в университет дружбы народных. Прошел 30 лет, и вот появился доктор наук. Ну, 5 лет у него, я просто лично знаю, ушло на различные технические вопросы. Он даже некоторое время не работал в университете. 25 лет воспроизводства доктора наук. В принципе, сейчас стандартное время для наших условий. Дмитрий Сергеевич, я уважаю всех, кто проходит такой путь. Ну вот, очень аккуратно профессор Орлов высказался. Я добавил про комплексы программ, да, потому что все-таки мы не забываем, какая специальность. Ваку, вообще говоря, запрещено обсуждать соответствие диссертации, просто запрещено. Благодаря экспертам, да, это решает наш диссертационный совет. Соответствует эта специальность или нет? Ну, я сейчас не буду над темой дискутировать. Я по другой специальности нахожусь в совете. Но скажу, хочу сказать вам следующее про Дмитрия Сергеевича. Значит, это универсальный человек. Он все это время работает по этому руководству не только на кафедре, но мы говорим о расширительном центре. Фактически он начальник отдела математического обеспечения. Ну, такого довольно солидного, в котором в том числе присутствует высокопроизводительный компьютер. Ну, мне повезло отчасти Дмитрием Сергеевичем. Я примерно за последние, там, не знаю, 15 лет, наверное, да, с 2004-го, что ли, да, Дмитрий Сергеевич? В 2001-м был второй возраст. В 2001-м. Я два раза в неделю пью с ним кофе. Советуюсь лично с ним по очень многим вопросам, да. Он у нас вырастил молодежь. К нему многие обращаются по вычислениям. И я был удивлен, что он в своей диссертации это не отразил, не считая своим преимуществом. Видимо, влияние оказала выпускающая кафедра на него, которая, вдруг, закончена. В теоретической физике, да, потому что вот видно, да, из самой диссертации, так сказать, где, к чему у него больше лежит душа, да. Но при этом я хочу сказать, что я понимаю, какой труд проделан. Вот профессору Абрамову большое спасибо за то, что он правильно ценил диссертацию, потому что вот компьютерной алгебре с этой точки зрения. Потому что компьютерной алгебре, теперь я могу смело считать, Дмитрий Сергеевич имеет непосредственно отношение. Вот мои слова в целом, да. Но я считаю, что при таком пути, при таком наборе профессиональных качеств, как ученого и как специалиста, да, но, Дмитрий Сергеевич заслуживает искомой степени, доктора физиоматематических наук и специальность 05.13.18. Я буду голосовать за его, за присуждение этой степени. Спасибо большое. Есть ли еще желающие выступить? Если нет, то мы прекращаем дискуссию. ЦСКА сегодня представляется заключительное слово. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. В своем заключительном слове я просто хочу выразить благодарность, в первую очередь, людям, без которых эта защита была невозможной бы. Это, в первую очередь, Константин Евгеньевич Самуилов. И вот жена, Дмитрий Сергеевич. Ну, прошу, спасибо. И Леонид Антонович Селаськин. Кроме того, из присутствующих я хочу выразить благодарность своему учителю Юрию Петровичу Рыбакову, хочу выразить благодарность всему своему коллективу, с которым мы вместе работаем, и, конечно, благодарность своей семье и своей жене. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Теперь переходим к формальной части, но важной. Для тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию, мы тут ее обычно директивным путем назначаем, и в связи с этим предлагаем следующий список. Профессор Орлов Юрий Николаевич, профессор Ланеев Евгений Порисович, профессор Шайтанков, Константин Владимирович. Есть ли у предложенных профессоров самоотводы? Если нет, оставлю многословное голосование. Кто за этот список? Прошу голосовать. Спасибо. Нет. Принимается единогласно. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Пожалуйста, коллеги, давайте двигаться, поскольку у нас учащая защита. Видите? И это не работает. Железность нечащих советов могут поставаться. Не попадаются, попадаются. Оставаться или нет? Можно идти. Вы видите? Да. Когда я еще раз придавались. Продолжение следует... 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 За... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...